Здравствуйте, это проект Квартирный контроль, меня зовут Владимир Гордиенко. Этот обзор посвящен жилому комплексу столичной компании Главстрой Девелопмент. Для того, чтобы оказаться в столичном и столице, нужно уехать в город железнодорожный Московской области. И быстрее всего это сделать по Носовикинскому шоссе. Разделяет столицу со столичным 13 километров. Стартуем от МКАД, засекаю время. Поехали! Проезжаем ближайшую к комплексу станцию метро Новокосино. От нее до комплекса ходят маршрутки, автобусы и бесплатный брендированный микроавтобус для посетителей офиса продаж. Довезут примерно за полчаса. Также прямые рейсы общественного транспорта возят от метро Выхина. Около 40 минут в пути, если без сильных заторов. Мы едем утром, в будний день, соответственно, в сторону области. На Савихинское шоссе, четырехполосное. У нас уже был горький опыт езды по этому шоссе, когда мы делали обзор Новограда Павлина. Можете посмотреть, каково это было. И кажется, в этот раз нам не будет легче, так как после метро мы снова встали в пробку. После торгового центра Ревотов Парк шоссе сузилось до двух полос, но поехали уже немного свободнее. Для тех же, кто едет в Москву на работу с утра, основной затор начинается после Кучина и тянется до шоссе Ильича. Сворачиваем на Пролетарскую улицу напротив железнодорожной станции «Железнодорожная». До нее от Курского вокзала за 35 минут вы можете добраться на электричке. А дальше до Столичного или прогуляться полчаса пешком, или минут за пять доехать на маршрутке. Проехали в соседний жилой комплекс «Центр». Центр, Столичный, видимо, здесь все пытаются подчеркнуть свою близость к Москве. Все, мы подъехали. Офис продаж находится в Дикси. То есть, зайдя в этот Дикси за хлебом, вы можете заодно прикупить себе квартиру. Очень продуманное решение для офисопродаж. Офис продаж ЖК Столичный, не жалей наличных. На дорогу у нас ушло 42 минуты. Офис продаж ЖК расположен по адресу улица Пионерская, дом 29А. Территория застройки напротив и находится в треугольнике улиц Калинина, Безымянная и Загородная. И эту территорию мы сейчас вам покажем. Жилой комплекс «Столичный» будет состоять из 24 монолитно-кирпичных домов, преимущественно 17-этажные корпуса и несколько переменной этажности от 6 до 17 этажей. Первыми будут построены односекционные корпуса 7 и 8. Их сдача намечена на второй квартал 2017 года. Следующими возведут трехсекционные корпуса 2 и 4. Их ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2017 года. К строительству остальных корпусов застройщик не приступал, но по предварительной информации еще несколько могут пополнить ряды в 2019 году. Завершение всего проекта намечено на 2023 год. Архитектура комплекса не броская, скорее привычная классика. Правильные формы корпусов с облицовкой фасада кирпичом трех оттенков – коричневого, бежевого и оранжевого. Дабы сохранить облик комплекса на долгие годы, для внешних блоков кондиционеров обещают установить корзины. В строящихся корпусах 2, 4, 7 и 8 были спроектированы только однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Метраж однокомнатных – от 31 до 40 квадратных метров, двухкомнатных – от 55 до 69 квадратных метров. Стоимость квартир на октябрь 2016 года стартует от 2,6 млн. рублей. Реализуется жилье по договору об участии в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом 214. Осуществляется страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещений по ДДУ. За 20 000 рублей вам протянут руку помощи в оформлении и регистрации договора, но при 100% оплате это будет сделано бесплатно. Все квартиры корпусов, находящихся в реализации, передаются с отделкой под ключ. Три стиля на выбор – классические сочетания, благородное дерево, современный контраст. Будут установлены входная металлическая дверь, межкомнатные двери, будут виниловые обои, напольный плинтус, в комнатах и прихожей ламинат, потолки покрашены. На кухне на полу плитка. Разводка отопления не по стояку, как изобразили на рендерах, а по полу, что гораздо эстетичнее, ведь все трубы уйдут под стяжку. Радиаторы с регулятором тепла. В санузле плитка на полу и до потолка на стенах. Установят сантехнику и краны – счетчики. Сделают разводку электрики с розетками и выключателями по квартире. Высота потолка после отделки 2 метра 75 сантиметров. Нам удалось зайти в одну из односекционных башен и ознакомиться с планировками некоторых квартир. Мы сейчас находимся в месте общего пользования, в подъезде, перед входом в квартиру. Напротив входа в квартиры есть такие кладовые в подъездах, они также в продаже. На октябрь 2016 года их стоимость начинается от 80 тысяч рублей. Ну и максимально они стоят порядка 100 тысяч рублей. Входим в квартиру, это двухкомнатная квартира. Все квартиры передаются в этом комплексе с отделкой, но у нас есть возможность посмотреть планировку еще до того, как здесь сделали ремонт. Это прихожая, 13 метров, раздельный санузел. Из прихожей первый вход на кухню, 11 квадратных метров. Вся квартира, которую мы рассматриваем, 64 квадратных метра. Дальше пройдемте комнаты. Одна 17 метров, и она у нас с выходом на балкон. И вторая комната, 16 метров. Все межкомнатные стены выполнены из пазогребневых блоков. Произведено остекление, двухкамерный стеклопакет в пластиковом профиле. И одна из однокомнатных, 39 квадратных метров. Прихожая 5 метров квадратных. Она с гардеробной. Раздельный санузел, слева туалет, справа ванная. Комната 17 метров с выходом на балкон. И кухня 10 квадратных метров с видом на балкон. Входные группы будут оборудованы пандусом, помещением для консьержа, колясочной, общей раковиной, двумя лифтами фирмы Велмакс. С парковкой проблем быть не должно. Автомобили можно будет парковать на придомовой территории. Также проектом предусмотрено возведение 8 многоуровневых наземных паркинга общей вместимостью свыше 5000 мест. Строить их начнут поочередно, параллельно с последующими очередями. Стоимость на октябрь 2016 года неизвестна, но можно предположить, что в таких объемах предложения она будет многим посильна. Для жилого комплекса «Столичный» построить свою инфраструктуру. В рамках проекта предусмотрено возведение трех детских садов, первый из которых обещают сдать в конце 2017 года, двух школ, одна из которых должна заработать в 2019 году, спортивной школы, бассейна и четырехэтажного торгового центра с кинотеатром. Также первые этажи вдоль улиц Калинина и Пионерская будут отданы по социальные и коммерческие объекты. За территорией комплекса также есть жизнь. Сразу через дорогу две школы, муниципальная и частная. И еще одна в 5-15 минутах пешком в зависимости от расположения вашего корпуса. Рядом два муниципальных детских сада, поликлиника, ЗАГС. Для людей, ведущих активный образ жизни, спортивный комплекс «Орион» с футбольным полем и площадками для различных видов спорта. Предостаточно продуктовых сетевых магазинов «Пятерочка», «Дикси», «Атак». И масса всего полезного и вредного около платформы «Железнодорожной», где стоят аж два крупных торгово-развлекательных центра «Юнион» и «Эдельвейс». Экологическую обстановку в районе строительства ЖК «Столичный» я бы оценил как хорошая. Какие-то производства, сильно загрязняющую среду, вблизи отсутствуют. За шоссе и железной дорогой раскинулся большой массив Кучинского лесопарка. Совсем рядом Пестовский парк, где сейчас эта белочка стоит рядом с тобой. Такая милаха вообще. Ну вот, а про этот парк поговаривали, что он полностью погульман с жуками-короедами. Но, находясь здесь, ведь со мной можете это видеть, что вполне приятное и озелененное место. В пяти минутах пешком Малый Савинский пруд, подальше в пяти минутах езды на машине река Черная и Савинские пруды. А в остальном, большая часть окружения – это жилые постройки. Компания «Главстрой Девелопмент» была основана в 1995 году. Входит в промышленную группу «Базовый элемент». Владеет самым большим земельным банком в Москве. Компания входит в десятку самых крупных девелоперов по объемам строительства жилья в России по версии РБК. И десятку самых надежных по версии здания «Билдинг». «Главстрой Девелопмент» осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до последующей эксплуатации возведенных объектов. География деятельности – Москва и Московская область, Ярославль, Сочи, Иркутск, Восточная и Сибирь. Некоторые из проектов компании – жилые микрорайоны Столичный, Мичуринский, Подольские просторы, Центральный, Династия, жилой комплекс Яуза-Парк, Курортный район и Меретинский. Мы завершаем первый визит в ЖК Столичный. Пора возвращаться в столицу. Проект многоэтапный, поэтому мы сюда вернемся еще не раз. Будем следить за динамикой возведения. А вы следите за нашими обзорами, чтобы проще было это делать. Подписывайтесь и пишите комментарии. Желаю правильного выбора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова